Китай и Россия должны вместе бороться со всеми вызовами. Разъединение в мире недопустимо. Об этом заявил министр спорта России в эксклюзивном интервью медиа корпорации Китая. Олег Матыцын сегодня, за 50 дней до старта Пекинской Олимпиады, подчеркнул, что политика не должна вмешиваться в спорт, а мировое сообщество должно реагировать на такие попытки. Полную версию интервью мы покажем на интернет-ресурсах CGTN в ближайшее время. А сейчас фрагмент этого разговора. Когда, конечно, спорт используют, либо Олимпийские игры, которые изначально создавались с целью, повторяю, внесения мира в сообщество и демонстрации того, что мы живем все на одной планете и каждый должен за нее отвечать. Конечно, это неприемлемо, когда лидеры отдельных стран пытаются использовать какие-то амбиции, либо декларировать какие-то неприемлемые для сегодняшнего общества ценности, или противопоставлять этим ценностям действия одной страны. Мы с этим, конечно, не согласны. И те заявления, которые делают политические деятели в Олимпийских играх, неправильно. Тем более, что совсем недавно президент Международного Олимпийского комитета обратился в Организацию Объединенных Наций для принятия декларации о том, что, как вы сказали, олимпийское перемирие, чтобы наступило. И призывы к такому политическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине идут вразрез с такой позиции. Я надеюсь, что это не скажется на самом имидже игр. Спортсмены примут все участие, даже спортсмены тех стран, лидеры которых заявили о неком ограничении по въезду своих чиновников на игры. Но это, конечно, сигнал того, что мировое сообщество должно дать оценку таким действиям. И для нас, для Российской Федерации, и для спортивного сообщества сейчас очень важно показать, особенно в период пандемии, особенно когда мы встречаемся все вместе и должны бороться все вместе с этими вызовами, разъединение недопустимо. Это может привести как к сложностям и в самом спортивном движении, ну и, конечно, в обострении отношений между странами.